Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь». За проголосовали 65 государств-членов, против – 27, среди которых Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Узбекистан, Сербия. 70 делегатов воздержались. Это уже третья инициирована Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года. Первые две были приняты Генассамблеей 2016 и 2017 года. В этом году документ содержит целый ряд новых статей, например четко определяется, как правильно сейчас называть Крым во всех документах ООН. Генеральная Ассамблея призывает все международные организации и специализированное агентство ООН пользоваться формулировкой «Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина». Временно оккупированные Российской Федерацией. Когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных России. Сказано в документе. В резолюции также поименно упоминаются политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир Усейн-Куку. Генеральная Ассамблея выражает глубокое беспокойство сообщениями о том, что с 2014 года власти России используют пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях. Включая дело украинского режиссера Олега Сенцова, выражая глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами России и украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира Усейна-Куку. Говорится в документе. Резолюция также призывает обеспечить права человека и базовые свободы, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории России политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности Красного Креста и Европейского Комитета по предотвращению пыток для проверки состояния здоровья задержанных. Впервые резолюция ООН призывает соблюдать правила Нельсона Манделлы в отношении украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Генеральная Ассамблея призывает соблюдать права украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации до их освобождения, в особенности тех, которые объявили голодовку. Призывают уважать минимальные стандартные правила обращения с узниками, правила Нельсона Манделлы. Говорится в резолютивной части документа. Документ также призывают предоставить, согласно Венской Конвенции, доступ ко всем украинским политзаключенным в оккупированном Крыму и Российской Федерации, украинским консулом и омбудсмену. В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи, назвал данный документ сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму, необъективной и предвзятой. Вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия, заявил Слуцкий с журналистом. Спасибо вам за просмотры, подпишитесь на наш канал. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok